62 миллиона рублей из резервного фонда страны необходимо выделить для единовременной выплаты омичам, пострадавшим от паводка. Стихия затопила 20 районов области в 2016 году, но не всех жителей региона по разным причинам включили в списки пострадавших от чрезвычайной ситуации. У кого-то дом был не оформлен в собственности, а это распространенная практика в селах, у кого-то все документы были в порядке, но почему-то районные комиссии, которые формировали списки, просто забыли включить в них пострадавших. Наша съемочная группа встретилась с жителями одного из таких районов и попыталась разобраться, стоит ли сельчанам ждать материальной помощи. Анна Хощук, жительница деревни Северная, идет к собственному дому поизвестной лишь ей тропинке, скрытой под водой. Уже второй год резиновые сапоги стали для нее единственной обувью, в которой приходилось ходить не только на улице, но и дома. В прошлом году вода затопила жилое помещение, и таких, как Анна, в регионе было 20 тысяч человек. В помощь пострадавшим от паводка правительство России выделило более 330 миллионов рублей. Тем, в чьи дома зашла вода, выплатили по 50 тысяч рублей на человека, у кого стихия повредила лишь огороды и преддомовые территории, по 10 тысяч. Но Анна денег так и не получила. Если бы я получила, я бы землю завезла, чтобы вода не поступала к двору, во двор бы. Здесь бы дорогу подняла, чтобы вода больше не поступала. И дома ремонт бы сделала. Но мне надо полы менять, надо стены там утеплять его. Анну, как и других ее соседей, не включили в списки нуждающихся, потому что на момент формирования документов она не была прописана в своем доме. Зато у другой семьи в этой же деревне никаких проблем с документами не было, но и их в список тоже не включили. Дверь открыли и встали. Встали и стоят. Я говорю, что дверь открыли, стоите. И они, нет ничего, все, мы уходим. Я говорю, а вы не хотите ничего? Нет, нет, мы уже все у вас видели. И таких семей, которых по разным причинам органы местного самоуправления не включили в список, только в одной деревне шесть. Свои права на материальную компенсацию жителям пришлось доказывать в судах. Фемида встала на сторону пострадавших от паводка еще в декабре прошлого года. Теперь на пороге домов новая вода, а денег люди так и не получили. Но, как нам рассказали в Главном управлении региональной безопасности Омской области, переживать им не стоит. Тех, кто выиграл суды, включили в новые реестры. Так, в октябре в правительство России были отправлены документы почти тысячи жителей области на сумму около 16 миллионов рублей. Деньги о МИЧИ получили в марте. Те, кто выиграл суды позже, попали в февральский реестр. Обращение, которое губернатор направил в адрес правительства Российской Федерации, оно включает в себя порядка четырех тысяч граждан Омской области на общую сумму чуть более 60 миллионов рублей. Граждане в судебном порядке, доказавшие право свое на получение материальной помощи, они обращаются в органы местного самоуправления, которые формируют сводные реестры за муниципальный район, направляются в адрес правительства. И уже правительство, формируя сводный реестр за область, направляет в правительство Российской Федерации. И если Минфин России рассмотрит и утвердит февральский реестр за несколько месяцев, как это было с октябрьским списком, то есть надежда, что люди получат деньги уже летом. Тахнат Нысова и Павел Хадынский. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.